Здравствуйте! Добро пожаловать в мамину школу. И я, Наталья Львова, приветствую вас. Сегодня в выпуске. Почему наши дети начинают часто болеть, как только идут в детский сад? Как укрепить иммунитет ребенка? Почему так важно гулять с малышом на свежем воздухе? И чем занять его во время этих прогулок? Обо всем этом в ближайшие 20 минут в маминой школе. Как я переживала этой осенью, когда отдавала своего ребенка в детский сад. Как он адаптируется в новых условиях? Как он будет там один, без меня? Ну, ему понравилось в детском саду. Правда, ходит он туда очень редко. Напали болезни. Не хочу болеть, хочу в детский сад. Тема нашей сегодняшней программы. До того, как начал ребенок ходить в детский сад, болел крайне редко. А теперь и двух недель не выдерживает. Знакома ситуация? Кто виноват в том, что дети начинают болеть? Недолеченные малыши, которых родители привозят с насморком и кашлем в садик? Или слабый иммунитет? Как помочь нашим детям преодолеть болезни? Во всех этих вопросах нам поможет разобраться сегодня врач-педиатр, кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением лечебно-оздоровительного центра номер 10 города Москвы Станимир Цветанович Васильев. Здравствуйте, Станимир Цветанович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему же наши дети начинают болеть, вот как только идут в детский сад? Когда ребенок начинает ходить в детский сад, он попадает в коллектив, где много новых детей, и с новыми контактами он встречается с новыми вирусами, с новыми микробами. А иммунитет, он формируется всегда через заболевание. Он может заболеть, правда, может не заболеть, если микроб недостаточно инвазивный. Он заболевание может не вызвать. Да, вот я, кстати, хотела спросить, почему ведь дети ходят в один коллектив, в одном помещении, одни без конца болеют, другой ребенок не болеет. Как ему удается-то вот избежать? Это связано с тем, что иммунная система ребенка, она для каждого ребенка своя. Ребенок индивидуален, и в том числе и по своему иммунитету. К тому же иммунный ответ – это очень серьезные процессы, то есть очень сложные процессы, которые в большой степени наследственно обусловлены. То есть ребенок получил что-то и от своих родителей. Вот и поэтому получается, что иммунитет очень индивидуален. Один ребенок на данный вирус реагирует заболеванием, другой ребенок не заболеет при этом. Есть мнение, что чем раньше отдашь ребенка в детский сад, тем меньше он будет болеть. Оправдано ли это мнение? Чем раньше начинает ребенок ходить в детский сад, наоборот, он будет болеть чаще. Если ребенок начинает позже ходить в детский сад, организм тогда крепче, ребенок старше, он легче будет переносить различные заболевания. Поэтому, скорее всего, он будет болеть реже, будет болеть менее тяжело, осложнения реже будут возникать. Поэтому в плане болезней это, я думаю, не очень оправдано. А социальная адаптация в детский сад, в группу, она, можно сказать, связана и с частотой болезни, заболевания ребенка. Потому что, если ему трудно адаптироваться к коллективу, вот такой ребенок, скорее всего, будет чаще болеть. То есть, почаще до детского сада нужно уже, чтобы ребенок со своими сверстниками общался, уже где-то играл, да? Конечно, это желательно. Да, конечно, это желательно. А вот если ребенок болеет, его решили все-таки в детский сад не водить, а отдать в школу, будет ли он также перебаливать в школу? Или все-таки к семи годам у него уж точно иммунитет сформируется, и покрепче будет организм? Перебаливать, скорее всего, будет. Но, я повторюсь, будет болеть, скорее всего, реже, легче, и осложнения будут возникать тоже реже. То есть, понятно. В общем, чем позже, тем лучше получается. Чем позже, тем лучше. Это для здоровья. Но в социальном плане это может быть хуже. Считается, что после перенесенной инфекции у ребенка вырабатывается иммунитет. Так получается, что болезни укрепляют иммунитет ребенка? Болезни укрепляют иммунитет ребенка при нескольких условиях. Во-первых, если эта болезнь не тяжелая. Если эта болезнь несерьезная. Если она не длительная. Если она не вызывает осложнений. И очень важное условие, если вовремя начали лечить. И правильно лечили. То есть, минимальным набором необходимых лекарственных средств. То есть, мы должны давать лекарственные препараты по минимуму, самые необходимые, чтобы также одновременно давать возможность организму участвовать в этой борьбе с болезнями. Вот только в этих случаях, да, можно считать, что болезнь укрепляет иммунитет. Итак, главное, что может помочь нашим детям, это иммунитет. Станимир Светанович, ну как же его все-таки укреплять? Что это за мероприятие, что это за правила такие жизненные? На первое место, ну не знаю, на первое место, но первое это полноценное разнообразное питание. Это очень важно, конечно. Второй очень важный момент, это чистая вода. Ребенок должен употреблять чистую воду. Дальше это правильный режим дня. Правильный режим дня, который включает дозированную физическую нагрузку на свежем воздухе, который включает дневной сон для маленьких детей, дозированную нагрузку психоэмоциональную в школе. Я работал школьным врачом несколько лет, и поверьте, это очень заметно. Дети, которые не переносят, то есть им школьная нагрузка, она избыточна для них, они болеют чаще, они болеют тяжелее. У них чаще головные боли, нарушение сна, появляются неврозы. Это все, что на поверхности. А в организме это нарушение процессов регуляции деятельности органов и систем со стороны вегетативной нервной системы. И вот получается, что вот таким образом в детстве закладываются многие проблемы, которые проявляются в более старшем возрасте. Это болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, всем известный диабет, часто которого очень увеличивалось в последние годы. Чтобы организм мог дать отпор любой инфекции, его нужно, конечно же, укреплять. А как его укреплять с помощью закаливания в нашей следующей рубрике. Когда вирусы буквально сбивают с ног наших детей, в бой с ними вступают мужчины. Кто, как не папа, однажды скажет, «Хватит болеть!» Некогда нам лежать с температурой, ведь в жизни столько интересного! Когда ребенок старший пошел в садик, мы столкнулись с типичной проблемой для большинства семей. Неделю ходим в садик, неделю сидим на больничном. И дальнейшее такое продвижение было неприемлемо, и мы приняли решение о необходимости проводить закаливание. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Ведь если вы тоже приняли решение закалять своих детей, знайте, лучшее время для начала – весна. И начинать закалять ребенка нужно не с обливания холодной водой. Безусловно, для закаливания проводить контрастный душ это достаточно полезно, но я бы не советовал начинать именно с этого сразу же. Наверное, более правильнее и постепенно подходить через обтирание. Начинать обтирание нужно с температуры, приближенной к температуре тела, градусов 35-33, постепенно доводя до 16-11 градусов. После того, как мы обтирались, необходимо немножко разогреть кожу. Для этого мы берем вафельное полотенце и динамично растираем. Но тоже должна быть достаточно приятная для ребенка процедура, так чтобы он получил прежде всего именно удовольствие и заряд бодрости. Еще одно простое и эффективное закаливание, которое применялось у всех народов с давних времен – хождение босиком. Мы считаем, что хождение босиком тонизирует ребенка, укрепляет его. Конечно, в домашних условиях мы бы не советовали хождение босиком. Это лучше делать на даче, на природе, на траве, около водоемов. Но у себя дома мы нашли выход с помощью резинового коврика, который в процессе пения караоке становится эстрадой. Дети с удовольствием по нему ходят и получают удовольствие двойное как от выступления, так и, собственно говоря, от того массажа, который оказывает коврик. Ну давай, зайдем. Отлично, так, все. Коврик студентный. Это специализированный массажный коврик, который мы купили в магазине, и, в общем-то, ничего сложного в нем нет. Здесь резиновые шипы, которые создают эффект массажа на ступни. Ну и, конечно, не стоит забывать о чудесной силе бани. Люди издавна ценили баню за способность снимать усталость, а пар и сухой жар сохраняют здоровье. Поэтому-то и отправляется дружная семья Крючковых каждый выходной в баню. Какая же баня без традиционного использования веников? Веник – это и массаж, это и помощь пару проникнуть более глубже, прогреть организм. А после парной все дружно ныряют в холодную бочку и вовсе не боятся. Нет, не боимся, потому что, во-первых, это небольшое количество времени, проведенное в холодной воде. И плюс это, наверное, одно из самых эффективных закаливаний. После бани кровь и нагретое тело хорошо воспринимает небольшой по продолжительности холод. Но помните, если у ребенка есть заболевания сердца, печени или почек, этот вид закаливания вам не подойдет. Но вот покататься немного на лыжах, коньках, ходить в бассейн – никому не противопоказано. Приходишь с работы уставший, и хочется, безусловно, сесть посидеть, отдохнуть, почитать книжку, может быть, посмотреть телевизор. Но не хочется, чтобы дети запомнили тебя именно таким, сидящим дома, за книжкой и ничего не делающим. Выходишь с ними, покатается на коньках, покататься на лыжах, и получаешь удовольствие как самостоятельно отдыхая, так и от общения с детьми. Каждый раз они чем-то могут удивить, что-то новое увидеть, чему-то научить. Удивительно, но это так. Но если все же ребенок заболел, есть вот такое мнение, что не нужно сбивать температуру, даже высокую. Якобы организм борется с инфекцией, и вообще, что все жаропонижающие средства, они плохо влияют на печень. Правда ли это? Высокая температура до 38, 38,5 в зависимости от возраста ребенка, ее, да, можно не сбивать. Это при условии, что ребенок ее легко переносит, эту температуру. Потому что при такой температуре вирусы и микробы, им самим трудно жить, им трудно размножаться, их ферменты при этой температуре плохо работают, и таким образом организму легче с ним справиться. Поэтому до 38,5 градусов температуру можно не сбивать. Но если температура повышается выше этих отметок, конечно, ее нужно сбивать, потому что уже такая высокая температура, она вредит уже самому организму ребенка, вредит и центральной нервной системе, и практически всем органам и системам. Жаропонижающие средства, ну, насколько они вредны, нет безвредных лекарств. Все лекарства вредны. Но если их применят в терапевтической дозе, которая соответствует возрасту ребенка, если их в течение суток применять не чаще, чем это описано в инструкции, или чем посоветовал вам врач, то, скорее всего, никакого вреда в них не будет. То есть лучше все-таки принять жаропонижающие, чем вот обтирать спиртом, не знаю, водкой, вот как вот народные средства, да? Обтирание спиртом, обтирание уксусом – это средство очень полезное, и очень хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что эти средства, их можно использовать достаточно часто, и они позволяют снизить дозу жаропонижающих. То есть вы можете чаще обтирать уксусом или спиртом, при этом вам придется реже принимать жаропонижающий препарат. Да, это можно делать, это безвредно. Но если все-таки температура 39, все равно этим не обойдешься, да? Если температура 39, лучше делать параллельно. Столовый уксус 9% разводится водой в соотношении 1 к 3 примерно. Температура должна быть чуть теплее комнатной, в районе 28-30 градусов. То есть подогреть? Да, немножко подогреть, потому что когда температура у ребенка 39, а вы его обтираете 24 градусов, и жидко, там контраст получается большой. Раздевается ребенок до гола, смачиваются обильно руки, обтирается все тело, ручки, ножки, попка. И очень важно после этого оставить его на минуту-две раздетом, испаряется вот этот уксус или спирт, и с этим в жару ходит. Потом одеваете ребенка в легкой одежде. У ребенка повысилась температура, и родители как-то за выходные сумели ее сбить. Но, конечно же, к понедельнику у него ни наспорк, ни кашель не прошел. А родители все равно часто ведут его в сад. Ну, понятно всем, по каким причинам, да, работа, у всех дела. Но можно ли вообще так поступать? Можно ли недоличного ребенка приводить в садик обратно вот к детям? Конечно, так поступать нехорошо. Но ведь нет температуры. Потому что то, что сбили температуру, это не значит, что ребенок поправился. Обычно, чтобы вот даже привалить легкой вирусной инфекции, на это уходит, ну, около пяти дней. Если ребенок ваш заболел, то старайтесь обязательно долечить его. И не водите его слабого еще в детский сад и на улице гулять. Но не забывайте как можно чаще выветривать микробов из комнаты, то есть проветривать помещение. А как только выздоровели, бегом гулять на улицу. А на улице что делать? Конечно же, играть. О пользе прогулок в нашей постоянной рубрике «Развиваемся, играя». Ребенок должен проводить на улице не менее двух часов в день. Ведь именно здесь, на свежем воздухе, он получает такой необходимый для его растущего организма витамин. Витамин D. Ультрафиолетовые лучи являются основным источником витамина D, который образуется в коже под их воздействием. По своей активности витамин D приравнен к гормонам, которые регулируют обменные процессы. Он участвует в регуляции обмена кальция и фосфора у малыша. А в последние годы стало известно, что витамин D подавляет рост опухолевых клеток. Кроме того, под влиянием витамина D повышается активность защитных клеток иммунной системы, подавляются многие болезни кожи, суставов и нервной системы. Но, конечно же, ребенок не будет сидеть на лавочке и ловить этот самый витамин. А зимой еще и холодно. Поэтому будем играть, а в игре познавать этот мир. Можно спрятать в снегу клад и попытаться найти его, копая лопаточкой снег. Можно попробовать раскопать снег до самой земли и посмотреть, что под ним. А теперь немного счета. Мы будем прокладывать свои тропинки, но прокладывать мы их будем точно по плану. Я направляю своего малыша, а он четко следует указаниям. Сделай три шага налево. А если вам надоело смотреть на бесконечные белые просторы, то разукрасьте снег. Нарисуйте лето, солнце, траву, бабочек, да все, что в голову придет. Для рисования на снегу нам понадобится несколько импровизированных баллонов с краской. А для этого мы берем пластиковую бутылку, наливаем воды и разводим обычной акварельной краской или гуашью. Не забудьте в крышечке проделать дырочку. А теперь поиграем в юных следопытов. Мы присмотримся к следам на снегу, Ваня, и все по следам узнаем, кто здесь прошел. Точно? Большие следы больших людей, то есть взрослых. А это чья пятерня? Собачья. Собака ходит без сапожек. А вот как будто веточки. Это следы птичек. Ваня, а ты знаешь, где живут птицы? Где? В гнездах. В гнездах. И сейчас мы поиграем в игру птицы в гнездышках. Нарисуйте на снегу круг, гнездышко. Можно несколько гнезд, но ребенок должен четко определить, какое его гнездо. И по команде день он вылетает из гнездышка, прыгает, летает и назад в гнездо, когда слышит ночь. Эта игра тренирует память, внимание, развивает быстроту движения и ориентировку в пространстве. А теперь немного разомнемся. Будем кидать снежки, но не друг в друга, а точно в цель. Помните, дефицит витамина D приводит к развитию рахита. Лишь в небольших количествах этот витамин содержится в продуктах питания. В грудном молоке, в животных жирах, в яичном желтке, печени и жире рыб. Гуляйте на здоровье! Скажите, а как Вы относитесь к сезонным прививкам, например, против гриппа, которые все делают в начале осени? Я считаю, что прививку против гриппа очень желательно делать тем детям, которые тяжело переносят сам грипп. Либо очень долго болеют, либо с осложнениями. Также нужно ее делать часто болеющим детям. Нужно ее делать детям, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями. Либо страдают заболеваниями, подавляющими иммунную систему. Но если ребенок здоров, если он болеет редко, если он тот же грипп переносит достаточно легко, вакцину не обязательно ему ставить против гриппа, потому что переболев, у него иммунитет будет сильнее, чем иммунитет после вакцинации. Как же быть родителем? Как помочь своим детям поменьше болеть? Что же делать? Может быть, витамины вовремя принимать? Не знаю, оксалиновую мазь мазать, не забывать каждый день? Подскажите, пожалуйста. Я могу дать некоторые конкретные советы. Конечно, они тему не исчерпывают. Но, по крайней мере, они безвредны. И достаточно необременительны для родителей, что тоже важно. Во-первых, очень полезный и важный момент – это полоскание полости рта и промывание носа раствором морской соли. Можно его делать на вкус. Этот раствор купит хорошую морскую соль, делает раствор на вкус. Утром перед садиками или перед школой, вечером после занятий полоскать зев и промывать нос. Таким образом, вы вымываете со слизистой полости рта и носа, вымываете возбудители. И к тому же, в соленой среде ни вирусы, ни микробы чувствуют себя комфортно. И ребенок будет болеть реже. Будет болеть реже. Так это делаете вот каждый день? Это не специфическая профилактика, которую можно делать каждый день, как гигиеническая процедура, пожалуйста. И она безвредна. Это очень важно, что безвредна. Это очень важно. Дальше. Комплексы поливитаминов. Пожалуйста, начиная с конца осени, в течение всех зимних месяцев, первые месяца весны, необходимо давать ребенку поливитамины. Желательно комплексные препараты с минералами. Один месяц давать, месяц перерыв. Месяц давать, месяц перерыв. Пожалуйста, поливитамины. То есть так часто можно получается? Через месяц, да? Это не вредно? Это только зимний период. Да, только зимний период. Получится 2 или 3 месяца. Это вреда не будет, если у ребенка нет аллергической реакции на компоненты витаминного препарата, что иногда встречается. Следующий момент – это чеснок. Чеснок – это очень хорошее противовирусное иммуноукрепляющее средство. Можно растолочь на блюдечке чеснок с водичкой, разложить в комнате, в которой обитает ребенок или там, где он спит. И пара чеснока, они тоже убивают вирусов и микробов. Также ингаляции смочить марлевую повязку маслом чайного дерева. Пожалуйста, это универсальный антисептик. Это тоже можно использовать. Это не специфические средства. Есть еще прицельная профилактика болезней. Вот, например, если в группе или в классе кто-то болеет, если ребенок контактировал с больным ребенком, если собираетесь поехать в какой-то большой торговый центр, либо в кинотеатр, где большое скопление людей, тогда можно использовать ацилококтинум. Это очень хорошее противовирусное средство, которое в первые часы заболевания отлично помогает, отлично действует. Можно использовать также виферон в виде свечах и в виде мази. Смазывать нос вифероновой мазью, либо оксалиновой мазью. Это тоже эффективная профилактика заражения. Спасибо, Станимир Цветанович, за очень интересный рассказ. Надеюсь, встретиться с вами снова в маминой школе. Вам спасибо. Что ж, будем готовы к тому, что нашим детям не избежать некоторых вирусных заболеваний. Но самое главное, всегда долечивайте вашего ребенка. Только так можно избежать осложнений. И старайтесь закаливать ребенка с самого детства, хотя бы простыми способами. И обязательно почаще гуляйте на свежем воздухе. Будьте здоровы! А я прощаюсь с вами. До новых встреч в маминой школе.